Сегодня будем говорить о покаянии. И вот вроде как бы, ну да, нужно покаяться. Вроде как все просто. Но меня вот это просто, я еще помню, оно так выворачивало в моей христианской жизни, когда вот христиане говорят, а что нужно, вот я спрашивал там, да, или люди спрашивали, а что делать, что мне нужно делать? И говорят, тебе покаяться нужно. Ну, покаялся я уже. И вот, что это такое вообще? Что такое покаяние? Что мы имеем в виду под словом покаяние? Что, чего мы ожидаем в покаянии? И что Библия нам говорит о покаянии? Что Бог говорит о покаянии? Вот, поэтому, вот, я уже в понедельник получил тему, о чем я буду говорить. И я так наполнился, что я даже вот спал плохо с понедельника на вторник. Просто вот, знаете, иногда бывает, когда дух бодр, ты не можешь уснуть. Вот, и поэтому я уже все приготовил с понедельника. Поэтому сейчас даже немножко забыл уже. Ну, шучу. Просто действительно, вот, о простом говорить часто бывает очень сложно. Потому что мы, говорю, мы привыкли, вот, нам нужна формула, нам нужна какая-то вот конкретика. А здесь просто вот Бог, знаете, да, что вот в Деяниях 17 главе, когда Павел проповедует в Афинах, он рассказывает им там достаточно быстро, этим философам, Божий план спасения в Иисусе Христе. И потом говорит такие вещи, что теперь, вот, с этого момента, как Иисус умер и воскрес, Бог повелевает всем покаяться. Не просит покаяться, а именно повелевает, да? И вот это уже тоже такая первая мысль. Как же Бог вот, ну, может мне повелевать покаяться? Значит, ну, это вот как-то в моих руках? Потом есть такой момент, что в Деяниях тоже апостолов, когда Петр был первый раз у язычников. Помните, может быть, эту историю немножко? Это в доме Корнилия. Дух Святой его туда приводит, там чудеса, знамения. Корнилию ангел пришел, Петру откровение было с видением, да, Петр заколи и ешь. Потом люди пришли, Дух Святой сказал, иди. Он пришел туда, там, целый дом людей, и они не понимают, да, и мы видим, что, опять же, мы говорили однажды об этом, вот ангел пришел к Корнилию для того, чтобы сказать ему, пошли за Петром, он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И, а почему бы ангелу не сказать эти слова? Там не так уж и много слов, да, ну вот, это право, да, проповедовать Евангелие, оно дано церкви, дано христианам. Это тоже, как бы, благословение, это тоже, ну, Божье откровение, Божий план такой, да, что вот не ангелы проповедуют, а именно люди. Да, почему? А потому что, вот, у ангелов, вот, даже покаяться нет такой, как бы, функции. Понимаете, они там определившиеся уже, либо, вот, они с Люцифером ушли, либо Божьи слуги, да, поэтому, вот, именно о покаянии может проповедовать только человек. Вот, поэтому я сегодня вам буду проповедовать о покаянии, ну, вот, с точки зрения себя, как я это переживал, как я это пережил, как я это понимаю. И точно это не все, это сто процентов, то, что можно об этом говорить. Поэтому, да, что вам входит, принимайте. Что, что-то непонятно, пускай оно там где-то остается и будет как непонятное что-то. Вот, и вот в этом месте тоже, когда Петр пришел к Корнилию и проповедовал им Евангелие, они вдруг исполнили Святого Духа, начали тоже говорить языками. Петр увидел это чудо, повелел им креститься, и вот там все произошло. Первое обращение язычников ко Христу, да. Тогда они еще это больше все равно понимали, вот, иудаизмом даже, да. И потом у него были проблемы у Петра. Представляете, у Петра, у апостола были проблемы между своими братьями. Ему свои же евреи начали предъявлять. Ты что к язычникам ходил? Уже христиане. И он им начал вот рассказывать. Ходил, потому что было откровение, вот у того сон, у этого. И он им все рассказывает. И они действительно это все принимают. Они не, ну, как бы, духовные люди. Им было это просто странно, но они принимают. И вот говорят такую фразу. Да, видимо, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Вот, ну, просто вот для начала, для того, чтобы нам начать размышлять на эту тему покаяния, мы вот два вот этих момента, да. То, что Бог повелевает людям покаяться, и Бог дает покаяние, да, в жизнь. Бог дает покаяние. Вот. А что им Бог дал там, вот этим язычникам? Он им дал открытое сердце для принятия Евангелия. Да, там произошло вот это вот, да. То, что они просто смогли. Мы же не видим там, что они вдруг начали каяться в своих грехах. Они просто смогли узреть спасение. Понимаете, они смогли услышать эту весть, и они открылись для нее. И в них это проникло. И они крестились святым духом, и они стали новым творением во Христе Иисусе. Аминь. То, что происходит сейчас постоянно с людьми, которые слышат Евангелие, да, теперь для того, чтобы нам покаяться, нам обязательно нужно слышать Евангелие. Итак, что такое покаяние? Какое это слово? Знаете, что это за слово? Греческое. Как оно звучит? Метаноя. Вот это вот покаяние, потому что, знаете, да, Новый Завет написан на греческом языке. И вот это слово покаяние, оно по-гречески звучит как метаноя. Ноя это ум, разум. Мета это приставка. За и через. Ну, это не так много вам скажет, но, например, ну, то, как сейчас переводят это слово, да, это перемена мыслей. Переосознание. Понимаете? Вот, то есть, полное переосознание. Ну, еще об этом говорят, как разворот на 180 градусов. Не на 360. Запомните. Иногда вот, для некоторых это одно и то же. Да? Что такое 180? Это вот так, правильно? Вот. А 360 это вот. За что боролись, на то и напоролись. Вот. Поэтому, что повелевает Бог? Развернуться. Изменить мышление свое. Увидеть вещи, ну, по-другому. Ну, как вот для... Вот современным языком, можно сказать, что такое покаяние. Это возвращение к заводским настройкам. Сейчас у всех есть телефоны, да? И можно это вот таким образом назвать, да? То есть, обнуление, да? Когда мы вот все выкидываем ненужное и вот возвращаемся к сути вещей, да? К тому, что было. Вот, в принципе, это даже очень хороший пример того, что Бог ожидает от человека. Что необходимо человеку. Покаяние это не однажды только, да? Вот с чем я сегодня хочу немножко воевать и что хочу разделять, да? Потому что есть некий стереотип о покаянии. Что это вот... Ну, для кого-то это вот бывает. Выйти сюда и прочитать молитву покаяния. Или там просто дать человеку, человек прочитал молитву покаяния. Это шаг. Это хорошо прочитать молитву покаяния. Но это еще не покаяние. Потому что покаяние это и процесс, это в первую очередь не что-то такое одномоментное, знаете? Вот один раз покаялся и потом все хорошо. То есть, Бог хочет, чтобы мы научились пользоваться покаянием. Научились пользоваться возвращением к заводским настройкам. Научились пользоваться возвращению вот о смысле жизни, о смысле, о сути вещей, да? О том, вот, что есть главное. А в чем истина вообще заключается, знаете? То, что Бог свят, а человек грешен. Вот они на самом деле в любом случае заводские настройки-то какие. Понимаете? Понимаете, что человек грешен без Бога, без его оправдания, без его участия, без его действия, без его духа. Мы грешим не потому, что мы грешники. Не, неправильно. Все время забываю, как там звучит, но не буду. Вернее, мы грешим, потому что мы грешники. Понимаете? Мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Греховные, да? У нас есть эта греховная природа, доставшаяся нам от Адама. Да? Вот. И смысл в этом такой. Опять же, да? Ну, хорошо, грешен. Что значит грешен? Это значит, что человек ошибается. Человек в любом случае ошибается. Периодически. Нет такого человека, который вот вообще вот все-все-все-все-все делает безошибочно. Понимаете? Вот нету такого человека. И мы должны это понять. Понимаете? Тогда нам легче станет. Намного легче станет. Вот. Но вы знаете, когда человек, он прям погрязает-погрязает во грехе и в греховном образе жизни, да? Он все меньше это осознает, что он ошибается. Он что начинает делать, да? Вот что человек там тут согрешил, тут согрешил. Он начинает накручивать вот еще большие грехи, еще худшие грехи. Вспомните, что Давид сделал однажды, да? Вот понравилась ему девушка, он ее позвал, у них произошел грех, беременность. И он дальше что? Начинает наматывать, да? Начинает это прятать. Вместо того, чтобы остановить это, чтобы покаяться, он посылает людей и подставляет ее мужа. Он сначала пытается спрятать другим способом, зовет его к себе, поет его вином, посылает его к жене, чтобы у них там вот что-то произошло тоже, да? А тот верный, тот не идет к жене, спит на пороге. Тот второй раз его напоил, домой отсылает. Тот опять к жене не идет, да? Со словами, что как я могу идти к жене, когда у меня, ну как бы вот все мои бойцы, с кем я там сражаюсь, они там Богу служат, да? И он вот, ну не идет, да? В итоге Давиду ничего не, ну как бы ничего не остается, да? Он накручивает это, чтобы этого человека подставить. Его посылают в самое опасное место, где его убивают. Потом приходит к Давиду пророк. И что происходит потом? Вот представляете, да? Такого наворотил, такого накрутил. Но потом раз, покаялся, встал потом, отряхнулся и пошел. И на самом деле, вот, ну, вот вся его жизнь, все его царствование продолжилось. Да, у него были там потом последствия этого, да? Уже даже не его касающиеся. Вот, но Бог принял его покаяние, Бог дал ему покаяние. Бог дал ему эту способность вот, обновиться, способность обнулиться, способность отрезать все это старое. То есть, покаяние это дар от Бога. Как он дается, да, сам процесс, у многих по-разному бывает. Но это действительно обнуление. Это действительно обновление и возвращение на истинный путь. Вот. И поэтому я хочу об этом говорить вот сегодня с такой позицией, что нам действительно нужно научиться жить покаянием, жить в покаянии. Быть людьми, которые способны к покаянию. Вот это очень важно. Не просто один раз покаялся, а быть человеком, который, ну, умеет признавать свои ошибки, делать из этого выводы, и, если возможно, менять, да, модель поведения и то, к чему это привело, да. Просто есть вещи, которые уже там невозможно исправить, да, как у Давида были, да. А много раз у нас есть какие-то вещи, которые мы можем исправить, для того, чтобы не наматывать. Понимаете, мы на ситуации с Давидом тоже должны научиться вот этому, вот этому образу мыслей, да, что, ну, Бог хочет нам дать этот дар, хочет дать нам эту способность. Смотрите, как Давид пишет в Салмах, блажен муж, которому Господь не вменит греха. Блажен тот, в чем духе нет лукавства. Вот эти вот два стиха идут вместе. Блажен тот, в чем духе нет лукавства, и блажен тот, кому Господь не вменит греха. То есть, мы не слышим здесь блажен, кто не грешит. Мы слышим тот, кому не вменит греха. Почему? Потому что, все равно все мы ошибаемся. Все равно все мы согрешаем. И Библия говорит, все мы много согрешаем. И вот, вот это вот умение, да, вот это вот дар такой, жить с чистым сердцем по отношению к Богу, умение направлять свое сердце не просто, знаете, есть, есть такая позиция, в которой люди говорят, ну я же признал свою вину, знаете, вот это, ну, ты его там зачем-то поймал, или там что-то спросил, или там человек признался, говорит, ну я же признался, я же признался. И вот это тоже такая обочинка, такая, да, когда человек не меняет, да, он не делает выводов из этого, он как бы вот только признал. И это тоже, как, ну, только половинка, это тоже, или четвертинка даже от того, что должно произойти. Ну ладно, я вам сейчас пример приведу, который вот меня вообще сподвиг говорить на всю эту тему. в понедельник, который у меня произошел, для того, чтобы еще вот вам понять побольше об этом и нам поразмышлять. Мы ложили плитку в понедельник, начали ложить плитку на объекте. Это достаточно большой зал, может быть, как вот этот весь. И у меня еще такие мысли недавно приходили, думаю, какую я машину вообще, как я умею начинать. Правда, искренне вам рассказываю, что я понимаю, как важно, ну, я знаю, что, например, ребята у меня могут ложить плитку, но правильно разметить эту, ну, как бы вот, дать эти ровные линии, вот принять решение, что это будет отсюда досюда, здесь будут кусочки, здесь будет целое, здесь это вот, ну, они практически не умеют, они меня там замучивают, ну, сами им сложно принимать это решение. А я еще такой подумал, думаю, а вот я умею начинать, мне это так нетрудно, вот все, и я понимаю, сразу, вот я тогда еще начал улетать, видимо, но это правда была, и я мог так про себя думать, потому что действительно я, ну, умею начинать, постоянно начинаю, это важно правильно начинать, кто-то должен брать на себя эту ответственность, и так далее. вот, и, вот я приехал, мы натянули нитку, давай, ну, там, они ложили, один зал уже докладывали, а вот мы начали новый зал, и мы начали ложить, и там нужно было стыковать, и там нужно было стыковать к одной плитке, ну, как бы, к той плитке, которая уже положена, по нитке, и я как-то так легкомысленно начал, ну, на самом деле, просто тоже уже немножко потерял навык, давно не делал таких больших объемов, и вот один момент забыл просто, вот, вылетел он у меня с головы, я его не учел, и я положил, и мы бахнули прямо там, вот оттуда до туда, там, четыре ряда, это где-то, там, метров 15 квадратных, и если это на деньги перевести, то это где-то там 7 тысяч рублей, ну, вот так вот, потому что ты, когда работаешь, всегда калькулятор работает, и вот, и вдруг, и я понимаю, в процессе уже мы доложили, и я понимаю, что я ошибся, вот, немножко ошибся, вот, в принципе, я там ее начинаю уже выкручивать, подравнивать, подгонять, там, туда-сюда, и сам понимаю, что, ну, ужасно, и я вот, и у меня вот, желание, желание такое, оставить это все равно, все, ну, а ложить еще, ну, посередине положить, ложить еще там, много туда, и много в другую сторону, то есть, вот, от этого вот начала, оно вот, все будет двигаться, и у меня борьба, я понимаю, что я накосячил, и в принципе, я понимаю, что, ну, можно и оставить, ну, будем вот плясать всю дорогу, вокруг этого, моего неправильного положенного, но, то, что вот мне, первое, что я сделал, это я не стал говорить так, что, что-то неровно получилось, я внутри себя, сказал, что я ошибся, вот я думаю, ну, вот, я действительно ошибся, там нужно было просто не отталкиваться от той плитки, которая положена, а взять просто отдельно, просто по ровной линии это положить, потому что, ну, вот, если кто понимает, там угол 90 градусов, его поймать на большом расстоянии практически невозможно, там пол сантиметра туда, сантиметр туда, и это уже, ну, не 100%, вот, и поэтому мне нужно было просто, вот, отделиться от той плитки, которая уже положена, И положить это по ровной линии Я не стал отделяться, я привязался к ней Положил сюда и получилось, что у меня, говорю Вот вся плитка по чуть-чуть выкрученная И мне вот хотелось вот это вот все как-то вот Ну мы же уже 15 метров положили Мы же уже полдня вроде ложили И я начал исповедовать вот это даже перед рядом Я говорю, я ошибся Ну вот они меня как бы не судят Но я начал говорить, что я ошибся И вот меня спасло это Ну вот как спасло в данной ситуации Что именно благодаря тому, что я не стал говорить, что что-то неровно получилось Я сказал, что да я ошибся, я понял, где я ошибся Я понимаю, если у меня сейчас была возможность начать заново Я бы эту уже ошибку не допустил Я вот ходил и винил себя, что вот я ошибся И в итоге вот в конце рабочего дня уже даже часть ребят приехала И я вот там вот хожу вокруг этой плитки И вот меня всего разрывает Мне не нравится, я не знаю Но я никогда не снимал вот столько плитки Обычно если я что-то переделывал Ну и я всегда, ребята, учу как Вот например, сегодня вам уроки по плитке даю Чуть-чуть, может быть кому-то пригодятся даже Я говорю, если ты вот видишь, знаете, иногда вот плитку ложишь, там клей намазал И все дело в том, сколько ты клей намазал Если ты намазал вот столько, ровно так вот, у того, кто умеет это делать Вот он на глаз намазал Нужно, чтобы вот она легла и немножко придавилась Вот, и встала на то место То есть если она у тебя, ты клей намазал столько, что она только легла и уже стоит в уровень То это неправильно, ее нельзя оставлять Потому что надо обязательно придавить Потому что она только на верхушечке там легла И она вот будет потом стучать И я всегда, ребята, как вот учу и заставляю Я говорю, если ты увидел сразу Что ты либо переложил клей, либо не доложил клей Поднимай плитку, докладывай клей или убирай лишний клей Потому что я там много раз видел вот это вдавливание вот этой вот плитки Вот отовсюду лезет этот клей Вот он ее мучает, мучает И тратит и силы, и все грязное вокруг И может быть он ее туда задавит, а может быть нет Поэтому я говорю, увидел сразу, что много Поднимай, убирай чуть-чуть и быстренько ложи И вот, ну, кто слушал меня, кто вот это вот принимает Они говорят, да, действительно, ну, я помню, вот это, ну, это мое учение такое Я им говорю, всегда И я и на стройке, не только по поводу плитки Я говорю, если ты увидел косяк, ну, как бы нормальный такой Стройка это вообще такая большая халтура все Точно так же, как жизнь Знаете, мы хотим всегда все идеально Но идеально оно не бывает Ни в стройке, ни в жизни И иногда вот люди как раз, ну, не умея жить, да Неправильно живут Они иногда требуют от себя просто вот Не зря же там в той же стройке 2 миллиметра, там, сантиметр где-то Ну, вот даны вот эти вот допуски, ГОСТы Вот Так же в жизни С грехами так же С ошибками с нашими так же, да Не получается идеально Но есть какие-то ключевые моменты, которые вот Которые нужно определить Которые нужно вот осветить, да Которые нужно признать От которых нужно оттолкнуться И которые нужно исправить просто И вот я говорю, что мне вот с этой вот плиткой Мне пришлось И Принять для меня очень сложное решение И в конце дня я говорю, так, все, все снимаем Говорю Да ладно Она нормально еще лежит Вот правда Если ее так вот посмотреть отдельно Не брать в контексте того, что мне нужно еще целый зал закладывать Она лежит отлично Сама по себе Вот эти вот четыре ряда Если их оставить Никто ничего не заметит И все хорошо Но я понимаю Что у нас будут проблемы Большие проблемы Когда мы, ну Будем дальше докладывать У нас там начнет Все плясать Крутиться И мы потеряем времени Больше Если мы сейчас снимем И переложим Я вот принял это решение И вот тут меня накрыло Это откровение о покаянии Вот Вот как я принял это решение И начал я это все снимать Меня это все накрыло И действительно потом На следующий день мы положили заново Все спокойно И все Вот Ребята не дадут соврать Мы за неделю там даже меньше Мы все это доложили На большой скорости Без всяких проблем Вот Вот что такое покаяние Понимаете Вот что такое покаяние Мне нужно Поэтому Первое в покаянии Да Потому Вот И здесь я хочу как раз Разделить покаяние На несколько вот этих Внутренних составляющих Для того чтобы покаяние Оно было настоящее Для того чтобы Покаяние в твоей жизни работало Что это Что это не Не просто вот один раз Признать Свои ошибки Да Вот мне там в данной ситуации Вот Мне нужно было начать с этого Что Не размыть вот эту ответственность На какие-то обстоятельства На то что так получилось А действительно вот Первое же признать Я ошибся Это я ошибся Вот знаете Вот вы когда научитесь Так жить и так думать Вам станет легче жить Вы начнете слышать Бога Бог начнет говорить в вашу жизнь Когда ты просто научишься Признаваться вот В своих даже маленьких Каких-то ошибках Да это коробит Да это иногда требует Каких-то действий Там от тебя Да И ты думаешь Ну если ты вот Ну я бы не смог Поднять эту плитку Снять ее И потом Все остальные дни Положить ее хорошо Если бы я первое Не сделал просто Вот это признание Я виноват Ни ребята Ни ситуация Ни еще что-то Да вот Вот именно в этом моменте Я просто затупил Забыл Все Моя ответственность Беру ответственность На себя Виноват Вот Понимаете Вот вы вспомните Что сделал Адам Вот ему не дано Было тогда покаяние Не было тогда Вот Как причины Да Для покаяния Потому что Иисус Христос Не умер за наши грехи Да И У Адама не было Этой функции Помните вообще Чего он Богу ляпнул Когда его Бог спрашивает Не ел ли ты И он ему говорит Жена Которую ты мне дал Она дала мне И я ел А Хороший клубочек Да Классика Да Классика вот этого Вот греховного мышления Человека Да То есть в принципе Понимает что Виноват Да Ну сказать Прости отец Вот Понимаете Не дан этот дар На тот момент Нету так Покаяния Понимаете Потому что Иисус Христос Еще не искупил Человечество Понимаете Но сейчас Вот с этого момента Как Понимаете Вот наши грехи Прощены Все что нам нужно Сделать Это научиться Вот их просто Перед Богом Признавать Научиться их видеть Научиться Жить вот этим Мышлением Да Потому что Что такое покаяние Вот то что мы возвращаемся Мы говорим Метаноя Да Изменение Мыслей Других Ну по другому Разворот Понимаете То что Раньше я все время Жил вот этой Греховной природой И все время Оправдывался Ну вот это я Потому что сделал Вот это я потому что сделал Потому что вот так Ну если бы вот так То я бы тогда вот так И так далее У нас много чего есть Если Да Ну У нас есть с вами Вот этот дар Сегодня вы об этом слышите Сегодня вы понимаете Да Можете уже Ну понять Что на самом деле Нам не нужно Никуда убегать От Бога Нам не нужно Никуда прятаться Понимаете Вот что сделал Адам Они спрятались От Бога Они сшили для себя Одежды Из Как сейчас Ну любят шутить Из фигни Да Фиговые листья Да Фигней какой-то Прикрылись И все Вот так и у нас есть Да Фигню какую-то Говорим Вот Поэтому Вот нам не нужна Вот эта Праведность Такая Собственными Усилиями Собственными силами Нам нужно Просто научиться Ну ходить во свете Жить во свете Научиться признавать Свои ошибки Потому что Ну вот Иисус говорит Не судить Бог пришел В этот мир Не судить Но спасти Спасти от грехов Взять эти грехи Расскажи мне О своих грехах Расскажи мне Бог говорит о том Что тебя мучает Принеси все это Передо мной Я тебя Хочу простить Ты представляешь Какую Он говорит Я жертву сделал Какую Для того чтобы Простить твои грехи А ты там что-то Вот сомневаешься Проститься мне Или не проститься И так далее Это все Это все дьявол Это все дух этого мира Это все вот эта Греховная природа Которая вот Не хочет сдаваться Да И вот Пятидесятый Псалом Давайте если что Откроем Его вообще можно Весь прочитать Вот возьмите Как домашнее задание Наверняка Многие его Как бы знают Давайте быстро Прочитаем Это Псалом Давида Когда приходил к нему Пророк Нафан Вот Давиду Было дано Это покаяние Вот он Пришел пророк Обличил Поэтому знаете Вы тоже понимаете Что иногда Божьи люди В вашу жизнь Поставлены И приходят Знаете Не для того Чтобы вас Добить Убить Обличить Обязательно А для того Чтобы вам помочь Покаяться Для того Чтобы вам помочь Увидеть Для того Чтобы вас Немножко подтолкнуть К этому Как вот Ну движок завести Чтобы заработало Чуть-чуть Да И ну Вот Хорошо Когда Бог Использует Так Да То есть Это очень такой Тонкий момент Но Оно работает Псалом Пятидесятый Когда приходил К нему Пророк Нафан После того Как Давид Вошел к Версавии Помилуй меня Боже По великой Милости Твоей И по множеству Щедрот Твоих Изгладь Беззакония Моей Многократно Омой меня От беззакония Моего И от греха Моего Очисти меня И беззакония Моей Я сознаю И грех мой Всегда предо Мною Тебе Тебе единому Согрешил я И лукавое Пред очами Твоими сделала Так что Ты праведен В приговоре Твоем И чист в суде Твоем Вот я в беззаконии Зачат И во грехе Родила меня Мать моя Вот ты возлюбил Истину в сердце Честь Омой меня И буду белее снега Дай мне услышать Радости веселья И возрадуются Кости Тобой сокрушенные Отврати лицо Твое От грехов моих И изгладь все Беззакония Мои Сердце чистое Сотвори во мне Божий И дух правый Обнови Внутри меня Не отвергни меня От лица Твоего И духа Твоего Святого Не отними от меня Возвати мне Радость спасения Твоего И духом владычественным Утверди меня Научу беззаконных Путям Твоим И нечестивые К Тебе обратятся Избавь меня От кровей Божия Божия спасения моего И язык мой Восхвалит Правду Твою Господи Отверзи уста мои И уста мои Возвестят хвалу Твою Ибо жертвы Ты не желаешь Я дал бы ее Всесожжению Не благоволишь Жертва Богу Дух сокрушенный Сердце сокрушенного И смиренного Ты не презришь Божий Облагодельствуй По благоволению Твоему Сион Воздвигни стены Иерусалима И тогда благоугодны Будут тебе Жертвы правды Возношение И всесожжение Тогда возложат На алтар Твой Тельцов Аминь Вот такая красота Родилась Да Из Вот Такого поступка Давида Понимаете Такого поступка Давида И мне очень нравится Что Вот Насколько Давид Вот Духовный человек Насколько он Осмысленно Говорит То что он там Говорит Он не просто кричит Как-нибудь Прости И так далее Каждое Вот это Вот он Он переживает Он осознает Да Во-первых Покаяние Это по отношению К Богу Всегда Понимаете Мы должны Это тоже Ну понять Что Вот здесь Давид Очень хорошо Выражает Эту мысль Смотрите В 6 стихе Тебе Тебе Единому Согрешил я И лукавое Предачами Твоими Сделал Да А ведь на самом деле Он там Ну натворил Он человека Убил Да И так далее Но вот Ну Осознание И понимание Того что Грех Прощает Бог И Все это В первую очередь Перед Богом Вот он Ключ К благословенной жизни Что ты понимаешь Что ну вот Грех это перед Богом Тебе Говорит Тебе Еще раз повторять Тебе Единому Согрешил я И лукавое Предачами Твоими Сделал Поэтому ты Меня мой Ты меня Прости Сердце чистое Сотвори во мне Да Что это Вот Сотвори во мне Вот это чистое сердце Он знал Что это Как это Жить перед Богом С чистым сердцем С чистыми мыслями С вот Открытым сознанием У него были эти отношения С Богом Дух правый Обнови внутри меня Да Дай мне вот это Внутреннее чувство Правоты Да Как Как было у меня Мне нужно обновление Вот этого правого духа Я знаю что это такое Когда вот Ну я целостный человек И все это Дается при покаянии Я еще раз говорю Что покаяние Это дар И дар Которым мы Должны научиться Пользоваться И жить в этом Потому что я говорю Что иногда люди Вот просто Будучи даже Верующими Они погрязают Там в какой-то Сфере В какой-то Области И вот Как будто Они утеряли Этот дар Как будто Они Они не имеют Этого правого духа Внутри Не имеют Этого чистого Сердца Нет способности Покаяться Они может быть Там кого-то Критикуют Или Вот По-разному Могут Жить Не всегда Вот эти грехи Плотские Часто Эти грехи Такие Духовные Грехи Важный Тоже Момент Не ищи Человека Для покаяния Но это Я сегодня Как я уже сказал Это Мой опыт Мое Откровение И Вот Мои отношения С Богом И для меня Это когда-то было Открыто Что это очень важно Что я не к человеку Иду каяться Я не к человеку Иду рассказывать Про свои грехи Мне к Богу Нужно Потому что Для того Чтобы покаяться Перед человеком Мне что нужно Мне нужна смелость Не буду вас мучить Мне нужна смелость Да Чтобы кому-то Это открыть А для того Чтобы открыть Перед Богом Мне нужна смелость Нет А что мне нужно Вера мне нужна Понимаете Мне нужна вера, что Бог меня слышит и что Бог прощает мои грехи. И вот это намного ценнее для Бога. Но здесь существует такой кризис, отсутствие чувств. А точно Он меня слышит или нет? А точно я вот хорошо так покаялся? И поэтому вот у многих людей есть стереотип, что покаяться это вот прям, там Бог прости, покричать, поплакать, прям, чтобы пробрало так, чтобы... Вот это ошибка. Вот это ошибка. Потому что мы чувств ждем, мы чувств ожидаем, а Бог от нас веры ожидает. Понимаете? Бог от нас осознанности ожидает, чтобы мы с осознанностью к Нему пришли. И действительно с видением себя. У меня действительно вот есть, что сказать по этому поводу, по поводу покаяния. Потому что, я говорю, тема простая, но очень сложная. Да, я надеюсь, вы уже это понимаете. И вот можно как бы поверенность на ней тоже сказать, да, и сказать, вам просто покаяться. Нужно вот и все. Идите и покайтесь как-нибудь. Вот. И мне так говорили, знаете, у меня вырос такой стереотип, что... Точно я покаялся, не покаялся. Я вот не переживал вот этого вот такого вот, что прям... Я все свои грехи ощутил, я себя почувствовал таким прям вот мерзким, таким греховным, таким. Как мне это сделать? Кто-то может сказать? Как мне это сделать? Как мне почувствовать себя вот грехом? Как мне покаяться? Я понимаю, что мне это нужно, я это хочу. Но что мне делать? Вот я говорю, что я рассказывал вам уже о своих годах первых христианской жизни в реабилитационном центре Там была очень крутая атмосфера христианская, хорошая Мне кажется, я вообще христианином стал через дней 5, как там побыл Это я уже сейчас понимаю, потому что, ну может 15 Ну, или там на первых каких-то собраниях Потому что, ну, когда тебе открывается, когда ты видишь пример, когда слово касается Ты внутри не против, ты понимаешь, что ты попал, что Бог тебя спас Да, я вот был наркоманом, но я же рассказывал даже, что я наркоманом-то был не так долго Как бы иногда хотелось бы, вот там Я помню, я уже вот рассказал, у меня вот такой кризис был Когда там сидели ребята, и они там рассказывают про свои приключения Кто что, у них пальцы такие толстые, вот Знаете, ну шутка, ну у наркоманов, у многих, кто в годах колется У них уже там вот такие колбаски Вот И у них куча историй таких А мне вот 21 год, и я там год нюхал и год кололся Вот, и когда меня спрашивали, а сколько ты кололся, я говорил, три года Ну, потому что если бы я сказал, что я год нюхал, год кололся, я бы сказал, что ты сюда приехал вообще И мне иногда вот этот вот вопрос, он меня заводил в тупик Что, мне опять колодцы ехать надо, что ли, чтобы вот, ну, как бы Чтобы по-настоящему сказать, что у меня была проблема наркотиков Ну, на самом деле, почудил я достаточно в своей жизни Но я адекватный человек, как бы всегда был Меня даже вот, и мама знает, меня всегда везде отпускали И как-то вот Немного контролировали Ну, и даже вот в центре мне не было нужды быть каким-то вот, ну, плохим Там, против режима, там, как-то вот А те примеры, которые были в основном, которые там мне рассказывали ребята Они были как-то вот с этим всем основаны, что вот я был плохой, ничего не хотел вообще Тут матом ругался, бегал курить там и так далее И потом вот я на собрании, меня Бог коснулся, и я покаялся и так далее Я думаю, и что мне делать? Ну, я вот все понимаю, я, ну, хороший, нормальный Я не хочу нарушать правила, мне это незачем А как мне тогда покаяться? Вспомнить те грехи, которые я там чудил Вот как-то, что-то как-то вот Не чувствую я за них вины Знаете, да? Вот, ну, трудно нам иногда чувствовать за те грехи Которые там давно были И как-то вот Вину Ну, и вот у меня такой стереотип нагрелся, что вот Как-то мне вот Нужно покаяться Он где-то подсознательно был Я же, конечно, об этом, ну, не размышлял день и ночь Как мне покаяться, я хороший и так далее Но, вот, все равно где-то внутри меня это жило Вот этот вот вопрос, что Мне тоже нужно такое покаяние, чтобы прям пробралось со слезами Чтобы прям вот Осознать, ощутить все вот эти Свои грехи И чтобы потом сказать Вот я прям вот в этот момент так покаялся, что вот всем вам Свидетельство такое Ну, вот как-то так я был нагрет Я помню, было, ну, я уже шел как-то по пути, все равно по христианскому И Ну, вот какие-то вопросы внутри меня все равно были Что вот какого-то настоящего покаяния Похоже, у меня не было И Однажды на собрании была такая атмосфера Какая-то, я не помню, может, слово какое-то было Ну, вот как-то вот все так разогналось И Я себя эмоционально Ну, это я уже осознаю потом Я себя эмоционально так подразогнал Поднакачал Так как-то вот оно все пошло, пошло, пошло Слезы брызнули Так все это вот Стою, плачу, переживаю настоящее покаяние Как будто и вдруг Я встречаюсь Ну А еще ситуация как бы была такая, что Ну, я действительно хотел идти вперед, как у нас говорят Ну, говорили, знаете, да Вот идти вперед То есть в христианском образе жизни Как бы вот, да Чтобы вот Быть уже точно христианином И чувствовать это И чтобы и другие видели И вот А вперед идти как-то вот Ну, не получалось Что-то вот там во мне другие не видели И я как-то тоже Каких-то суперопытов не имел с Богом Который мог похвастаться Вот И поэтому вот такое вот Депрессушка такая была Что что-то у меня не получается И вот это вот собрание Я тут себя Говорю Атмосфера посодействовала Я себя разогнал И я заплакал Вот начал плакать Стою там Каюсь Как в своем представлении И вот Открываю глаза И сталкиваюсь С взглядом С человеком Вот мой духовный наставник Один из таких Моих духовных наставников Испанец Марселину И Ну, как бы он меня Чуть-чуть знал Ну, как знал И он на меня смотрит Такими глазами И у меня показывает Что это за И я просто так глаза закрыл Думаю Ё-моё Мне стыдно стало Вот внутри себя думаю Что вот Ну, мне сначала Ну, как бы хотелось Так подумать Я думал Сейчас он увидит И скажет Вот он покаялся То есть мне хотелось Что Чтоб вот И он увидел Что я покаялся И вот Ну, ну, все по-настоящему А тут я что-то не ожидал От него такой реакции Что он мне вот так вот На меня посмотрит И удивится Но мне хватило На самом деле И Я закрыл глаза И думаю Никогда больше не буду Короче Этой Ерундой заниматься Короче Вот Ну, накручивать себя Вот Эмоционально Я все Вот У меня Вот все ясно стало В этот момент Что я это все Как бы Сымитировал Что я это все Вот Ну, из себя достал Что это все Как Вот оно не настоящее И так далее Все Больше вот этой ерундой Заниматься не буду И вот я вам хочу сказать Вот оно Настоящее покаяние Вот в этом моменте Было у меня Настоящее покаяние Когда я увидел себя Таким, какой я есть Я увидел себя Что я просто Вот Чего-то такого хочу Чего пока Не могу достигнуть И я всячески Пытаюсь этого достигнуть Всякими подручными средствами Которыми только можно И с Богом Вот это Ну, и как бы я в этот момент Осознал, что с Богом-то это не работает Вот Ну, не нужно с Богом Вот ничего похожего Из себя Доставать и имитировать С Богом нужно В первую очередь Быть просто искренним В своих мотивах И быть собой И все И вот на тот момент Пришло некое освобождение Что на самом деле Мне Вообще ничего не нужно Не мне показывать Если Не приходят чувства Не приходят эмоции Не чувствую Значит не чувствую Если когда-то придут Значит почувствую Вот Вот и все Как бы Вот ну Я Таким образом Ну вот Был у меня такой опыт И все Мне стало Стыдно Но я это пережил Понимаете И вот Поэтому ну Настоящее покаяние Это когда Ну часто нам вот Действительно становится Не очень ловко За себя Как я вот Плитку говорю Вот я положил Мне Мне тоже от этого Хочется спрятаться Но Правда в том Что я ошибся И Если есть возможность Эту ошибку исправить Я Лучше ее сейчас исправлю Я не буду ее накрывать Другими Ошибками Какими-либо Оправданиями Вот Поэтому Очень важно Нам научиться Вот Иметь это сердце Чистое по отношению К Богу Дух правый Внутренний И быть В первую очередь Самими собой Знаете Мне очень Тут вот Тоже такая Иллюстрация понравилась В последний момент Она пришла Ночью сегодня Апостол Павел Вот как он двигался До покаяния Он был Верующий И он гнал церковь И там Есть такая штука Что он Выпросил письма В Дамаск У кого? У людей Он выпросил письма Он выпросил Вот эту власть Он выпросил Вот это вот Подтверждение Для того Чтобы делать Что-то Да Делать что-то Что он даже До конца Не понимал Да Но другие люди Говорили Мнение было Такое Всей вот этой Шайки Фарисейской Да Что это Секта Которую нужно Истреблять И он вот Пёр Но для того Чтобы упереть Ему нужны были Письма Понимаете Ему нужны были Письма Ему нужны были Подтверждения Человеческие И Но когда Помните Когда Павел Покаялся Когда Павел Встретился Со Христом Слетел с лошади Потом Пришел Там на него Взложили руки У него глаза Открылись И помните Как он пишет Потом про себя Что я после этого Я не стал советоваться С плотью и кровью Но сразу пошел И пошел Проповедовать Евангелие Понимаете Вот оно Настоящее покаяние Вот где Происходит изменение Вот как мы можем Иногда Отличать людей Которые Действительно Вот покаялись Которые живут Перед Богом Или которые живут Перед людьми Потому что сейчас И в церквях И в церкви Тоже есть очень много людей Которые живут И ходят перед людьми Которым нужны Какие-то письма Которым нужны Какие-то свидетельства Подтверждения Принятия Или еще что-то И они просто Без этого не могут Ничто делать Двинуться никуда Не могут Понимаете А человек Который Покаялся Перед Богом Который Увидел Истину Увидел смысл Увидел Суть вещей Увидел Необходимость Проповедовать Евангелие Вот Павел Он с этим Столкнулся Он это понял Ему это открылось И он говорит Я не пошел Советоваться Ни к апостолам Никому Хотя вот Кажется Что в этом Есть что-то Духовное Нет Вот самое Основное Духовное Это вот Когда у тебя Есть отношения С Богом Когда ты Действительно Вот То что Бог предлагает Сейчас Да То что Вот Поэтому Вот это вот Тоже Такой Знак И знамение Покаяния Когда ты Можешь Принимать Решение Без Людей Понимаете Это очень важно С одной стороны Ну Всегда Существует Такая Внутри Церковная Манипуляция Людьми Да Что Вот Ты должен Слушаться Наставников Там И так далее И Пастора Там И так далее Да Бог говорит Но У тебя Должна Родиться Уже Вот это Внутри При покаянии Вот это Вот способность Слышать Голос Божий Отдавать Внутри Себя Отчет За твои Мысли За твои Поведения За то Куда тебе Двигаться Как двигаться И что делать Аминь Вот И ну Еще раз Вот Пример Что не ищи Человека Да Вспомните Кому пошел Иуда Помните Нет Вот оно Тоже Пример Как бы Вот Невозможности Человека Покаяться Перед Богом Когда он Предал Христа Когда он Да Взял эти Деньги И потом До него Дошло Он начал Сожалеть Об этом Чисто Вот на чувствах И куда он Пошел Куда он Побежал Он побежал К фарисеям Отдавать эти Деньги Предал я Кровь невинную И говорит А нам Чего Забери свои Деньги Иди отсюда И он Пошел И повесился Вот она Невозможность Покаяться Перед Богом У него Уже Не было Этого Откровения Не было Этих Живых Отношений Того Что Действительно Ему Нужно Было Какое-то Внешнее Подтверждение Поэтому Вот Становитесь Такими Людьми Вот Умеющими Покаяться Умеющими Использовать Этот дар Покаяния Чисто От Бога Не Сполагайтесь На свои Чувства Не ждите Сразу Быстрый Ответ От чувств Понимаете При настоящем Покаянии Чувства Вторичны Первично Твоя Вера Твое Исповедание Твоих Грехов Ты говоришь Богу Тебе Тебе Единому Я согрешил А что делают Люди Которые Ходят К священникам Или еще кому-то Исповедание Перечисление Грехов И так далее Из-за того Что мы Плохо знаем Библию Из-за того Что мы плохо Знаем Слово Божье И не духовные люди Не размышляем Над этим Мы Полагаемся На это Человеческое Да Как вот Может быть Научили Предки Передали И так далее Вот здесь Разберись Сам Кто Грехи Твои Прощает Бог Бог Иди К Нему Верь Исповедуйся Перед Ним Открывай Ему Своё Сердце Называй Вещи Своими Именами И принимай Прощение Принимай Вот это То что Он Сделал Потому что Он Всё Сделал И Чувства Придут Потом Они Придут Но они Придут Попозже Потому что Ну вера Она не на чувствах Наших Должна Основываться А на Откровении На понимании На На истине На слове Божьем Если вы Вот В реальности Посмотрите На Вот Духовных Людей Вот Посмотрите Давид Какой был Опять же Вот он Покаялся И У него Ребёнок Там заболел Помните Да И помните Как он Пока ребёнок Болел Он лежал Там Семь дней По моему Да Или три дня Не знаю Да Вот не ел Не пил Ребёнок Болел И он Умолял Бога У него Было Такое Вот Вопль К Богу Поиск Бога И там Такой Момент Говорит И вдруг Умер Ребёнок И слуги Начали Перешёптываться Умер Ребёнок И Давид Вот в этом Состоянии Глянул А Перешёптывается Умер Похоже Чё Умер Умер Ну ладно Всё И он Встаёт Умывается Приводит Себя в порядок И как будто Ничего не было Люди Начинают Удивляться Там действительно Вопросы были Как так Тут ребёнок Пока был жив Он тут так Плакал Там это А умер Тут вроде Ещё надо Больше сокрушаться А он Встал Умылся И вернулся К своим делам И всё То есть Ну вот Если вот Вы бы Примерно Пережили Вот такой Пример Ну например Там Вот на мне Да Там Вот увидели бы Да Например Похожую реакцию Многих Из вас бы Наверное Уже не было бы В церкви Просто Скажут Это вообще Какой-то монстр Просто Бессердечный Человек Он так Реально Ему вообще Всё равно У него там Сын умер А он тут Это Песни поёт В красивой Одежде Ну понимаете Да Примерно Вот такой Вот образ То есть А вот Давид Духовный Человек Он обновился Он принял Прощение Принял Вот это Вот да Покаяние Принял этот Дар И всё И пошёл Жить Я говорю Есть Есть такой Момент Что действительно Люди Сделали что-то Согрешили Что Как-то да И потом Вот себя Хлестают Этим Хлестают Этим Как вот Я вот так Это ну не нужно Как раз Покаяние Нам говорит О том Что ну Ребят Всё Заводские Настройки Обнулились И вперёд Выводы сделали Если возможно Исправить Исправили Если невозможно Исправить Всё Прощено Проехали Понимаете И всё Вот ну Мы должны Понять Как это работает Научиться этим Пользоваться Потому что Тебе Тебе Единому Я согрешил А Бог Мне говорит Что он Меня просил Во Христе Иисусе Зачем Я буду Опять На себя Сам Вот эту Вину Надевать И чувствовать Что нет Слишком Такой Вот грех Сложный Такой Вот И мы Сами Это любим Иногда И вот Мне Рассказывал Пастор Однажды Один Что Он Про Вот эти Процедуры Покаяния Когда люди Исповедания Да Когда люди Исповедоваться Там приходят У меня было сначала Говорят Я потом Все Запретил Просто Одни Те же Люди Приходят И рассказывают Об одних И тех же Грехах И они Смакуют Еще Эти Грехи Понимаете Вот Рассказывая Понимаете Потому что Вот 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 Оно Там Где-то Больно Они Вот У них Веры Нет Им Нужно Вот Людей И все Вы представляете У человека Там Тоже Вот Это Все Услышать Поэтому Понимаете Вот У нас Бог Есть Которому Нужно Это Рассказывать Да Вот Давайте Откроем Первое Иоанна Первая Глава С Восьмого Стиха Если Говорим Что Не имеем Греха Обманываем Самих Себя И Истины Нет В Нас Если Исповедуем Грехи Наши То Он Будучи Верен И Праведен Простит Нам Грехи Наши И Очистит Нас От Всякой Неправды Если Говорим Что Мы Не Согрешили То Представляем Его Лживым И Слово Его Нет В Нас Дети Мои Се Пишу Вам Чтобы Вы Не Согрешали А Если Всего Мира Аминь Давайте Если Исповедуем Здесь Никто Не Говорится Что Исповедовать Надо Людям Надо Ему Исповедовать Для Этого Нужна Вера Поэтому Умейте Признаваться Перед Богом Будьте Людьми Наученными Это Делать Вот То Изменение Тра Трансформация Которая Происходила Во мне Много Лет Это Умение Видеть Себя Таким Какой Я Смотреть На Свои Мотивы Смотреть На Свои Ну Реально Что Я Сделал Что Я Не Сделал Что Я Мог Бы Сделать И так Далее Вот И Все Это Анализировать Через Слово Божье Давайте Откроем Евреям 6 Главу Еще Тоже Такое Местописание Которое Часто Вот Оно Нас Сводит Немножко В Минус Такой Да Действительно Вот Как Это Применять К Своей Жизни Потому Что Здесь Говорится О том Что Есть Невозможность Покаяния И Давайте Вот Прочитаем 6 Глава 4 Стих Ибо Невозможно Однажды Просвещенных И Вкусивших Дара Небесного И Соделавшихся Причастниками Духа Святого И Вкусивших Благого Глагола Божьего И сил Будущего Века И отпадших Опять Обновлять Покаянием Когда Они Снова Распинают Себе Сына Божий И ругаются Ему Земля Пившая Многократно Сходящий На нее На нее Дождь И Произвращающая Злак Полезный Тем Для Которых И Возделывается Получает Благословение От Бога А Производящая Тернии И Волчцы Негодно И Близка К проклятию Конец Которого Сожжение Впрочем О вас Возлюбленные Мы Надеемся Что Вы В лучшем Состоянии И Держитесь Спасения Хотя И Говорим Так Вот Такое Жесткое Местописание Которое Часто Приводится Вот Как же Быть Вообще С этим Да Что Невозможно Обновлять Покаянием Те Которые Сознательно Грешат Но Ведь В принципе Многие Из нас Грешат Сознательно И И Мы Действительно Осознанно Какие-то Вещи Делаем И Решаемся Будучи Даже Христианами И Вот Такой Вот Парадокс Как бы Возникает Ну Что Здесь Сказать Знаете Вот Я По-разному Раньше Думал Что Невозможно Обновлять Покаянием Но Тогда Нужно Вот Людей Вот Здесь Написано Что Земля Пившая Многократно Сходящий На нее Дождь И Произвращая Злаки Полезные Для которых Она Возделась Получает Богословение От Бога А Производящая Тернии Вовсты Негодно И близка К проклятию Конец Так живут Нужно Заставить Или Как бы Ввести В то Что они Начали Приносить Плод Там И так Далее Пробовал Я Это Делать Не Получилось С С Определенными Людьми Знаете В чем Здесь Выход Самый Главный Вот В этом Стихе В В девятом Вот в этом месте В девятом Стихе Впрочем А вас Возлюбленный Мы Надеемся Что Вы В лучшем Состоянии Вот Понимаете То есть Ну Вот Никто Не проведет Вот эту Прям Черту Да Вот Где Уже Ты Прям Вот Не Способен Будешь К покаянию Да И где Ты еще Все-таки Способен К покаянию Да Ну Именно Вот Какие грехи Нужно Сделать То есть У каждого По-разному Да Просто Мы знаем Такие стихи Тоже Из Библии Что Уже Там Дойдя До Бесчувствия Делают Всякую Вот Уже Нечистоту С непотребством Там Как-то Да То есть Предались Уже Вот Этому Да Когда Люди Дойдя До Бесчувствия Поэтому Естественно Ко многим Из вас Которые Ходят В церковь И Слушают Слово Божье Да И Ищут Бога Да Это Не Имеет Да Вот Отношения Да Но Павел Говорит Впрочем А вас Возлюбленные Мы Надеемся Что Вы в лучшем Состоянии Держишься Спасения Хотя И Говорим Так Потому Что Ну Вот Действительно Слово Божье Оно Должно Тебя Предостерегать В том Что Существует Такое Состояние Когда Ты Уже Не Сможешь Переживать Обновление В покаянии Да Когда Тебе Будет Уже Не Будет Дано Это Покаяние Не Будет Дано Чистое Сердце Не Будет Дано Вот Это Состояние Как Есть Перед Богом Признать Ошибки Ты Точно Еще Совсем В Другом Состоянии Не О том Котором Говорится Здесь Вот Поэтому Вот Это Мы Не Должны Потерять Да Тут Речь Идет Не Больше Уже Там Вот О Каких То Грехах Таких Которые Ужасные И Какие То Не Очень Ужасные Да Вот Перед Богом Грех Есть Грех Вот Поэтому Бог Не Хочет Чтоб Мы Грешили И То Что Иисус Христос Прощает Нам Наши Грехи Наши Ошибки Постоянно Да Омывает Нас Своей Кровью Это Не Дает Нам Права Произвольно Грешить Не Дает Нам Права Хотя Хотя Вопрос Такой Именно И Возникает Вот Алексей Его Недавно Тоже Затрагивал Да Апостол Павел Несколько Раз Так что Нам Теперь Грешить Если Благодать Возросла Когда Грех Умножился Так что Нам Теперь Грешить Никак Но Действительно Это Так Поэтому Цени То что Сделал Иисус Христос Размышляй Над Этим Ищи Вот Это Состояние Твоего Сердца Где Ты Будешь Уметь Принимать То Как Есть Все Внутри Себя Не Не ищи Только Чувств Чувства Придут Не Ищи Людей Ищи Бога И ты Будешь Настоящим Духовным Человеком Будешь Сам Принимать Вот эти Вот Решения Все Если Ну Я покаялся Покаялся Я к Богу Сказал Сказал И Все Я иду Дальше Все Проехали Кто то Что то Будет Думать Кто то Что то Будет Говорить И так Далее Но Я знаю Что Иисус Сделал Для меня В моей жизни И так далее Аминь Поэтому Это действительно Вот Покаяние Это Другое мышление Другое мышление Которое открывается Которое открывается Божьим людям Это мышление Свободы Это мышление Отсутствие Вот этой вины На этом мы будем Заканчивать Отсутствие Отсутствие